День святого Валентина Пока их не посмотрели, рекомендуем заполнить образовавшийся пробел, а потом горько поплакать в комментариях о том, как бедный Undertale ничего не досталось. Если по какой-то причине вам наши итоги показались странными, цените смешной прикол с загнивающей заграницей. Гильдия сценаристов США в очередной раз отметила своим вниманием лучших бумагоморателей, в том числе из Дикого Мира видеоигр. За признание экспертов сражались The Witcher 3 Wild Hunt, Assassin's Creed Syndicate, Pillars of Eternity и Rise of the Tomb Raider. Угадайте с трех ведьмаков, кто победил. Не угадали, жюри больше всего впечатлил сценарий Rise of the Tomb Raider от горячо любимой в народе Рианны Пратчетт и ее приспешников. Видимо, ГУЛАГа, Совет Энеми и драматичного сжигания пропаганды космонавтики более чем достаточно, чтобы перекрыть вторичную копию приключений Нейтана Дрейка и созданные в автоматическом генераторе диалоги. Представлю, пожалуй, будто оценивалось в первую очередь качество охов-вздохов Лары относительно ее славной попки. Чтобы новость не была слишком уж бессмысленной и странной, сообщаю для протокола. Разработчики выпустили очередной патч для PC-версии Rise of the Tomb Raider, он исправляет незначительные баги с карты, расширяет список графических настроек и делает прочие важные оптимизации. Кто знает, может и сценарий хороший добавляет. Вдруг гильдия играла в пропатченную версию? В середине прошлой недели, ни с того ни с сего, Microsoft нанесла сокрушительный удар в спину владельцам Xbox One, которые любят погиенить в интернете о том, какие классные у них намечаются эксклюзивы. Главный блокбастер Xbox One этой весны, Quantum Break, внезапно снял с себя маску эксклюзивности и теперь выйдет на PC одновременно с консольной версией. От этих известий в мире слегка потеплело и кое-кому пришлось отвечать за базар. Аарон Гринберг был брошен на растерзание толпы и от имени Microsoft наговорил всякого. В частности, он успокоил тех, кто переживал, заявлением о том, что Xbox One пока рано хоронить. У корпорации телеприставка в высочайшем приоритете. И вообще, бизнес растет. Ну а сейчас просто время для любопытных экспериментов, поэтому Quantum Break станет пионером в перспективном деле выпуска игр на обеих платформах корпорации. Само собой, без подвоха не обошлось. Как уже наверняка заметили самые внимательные из вас, в системных требованиях полукинца от Remedy значится исключительно Windows 10. Это ж неспроста. Игра запустится только на последних окнах. Более того, не рассчитывайте увидеть Quantum Break в Steam. Microsoft намерена продавать пространственно-временной боевик в Windows Store, что для многих, уверен, автоматически ставит целесообразность покупки под сомнение. Из хороших новостей. Разработчики слегка скорректировали системные требования. Бывшие рекомендованные превратились в ультру, а рекомендованные стали более щадящими и отныне не требуют GTX 980 Ti. Теперь всего-то GTX 970. Чего вы ждете в этом году, признавайтесь? Но ведь Call of Duty, да? Ну как нет? А кто тогда делает в серии каждый год многомиллионные тиражи? Не Бобби Котик же скупает все диски? Короче, ближайший ноябрь опять осчастливит нас очередной частью бесконечной военной саги. У ответственной за Call of Duty 2016 Infinity Ward пару дней назад лопнула терпелка. И представители студии в своем твиттере прямо так и написали. Пацаны, это официально, мы делаем ближайшую колду. Давайте притворимся, будто Ghosts и Modern Warfare 3 не было. Последнее предложение я уже домыслил, но разработчики наверняка с ним согласятся. Слухи утверждают. Следующая Call of Duty ворвется в магазины с подзаголовком Ghosts 2 и прицелом на формат трилогии, что в общем более чем логично и укладывается в традицию Activision. В этот раз Infinity Ward потратит аж три года на создание шутана по свежей методе имени котика. Поэтому, не сомневайтесь, нас ждут совершенно точно. Новый движок, еще более продвинутый искусственный интеллект рыбок и, кто знает, вероятно, котик в качестве компаньона. Было бы мило. Бетезда что-то совсем не торопится выпускать инструментарий к Fallout 4 для мододелов, зато намекает в Твиттере на скорые новости о дополнительном контенте, от которых мы все придем в неописуемый восторг. Но что ж поделать, подождем, повосторгаемся. Меж тем, ближайшие планы компании включают также полный пересмотр режима выживания в соответствии с популярными трендами раннего доступа в Steam. Теперь самый высокий уровень сложности заставит постапокалиптического бомжа жрать, спать, лечиться от болячек и преодолевать иные трудности бытия. Подробности выживания должны последовать скоро. Electronic Arts и Visceral Games все еще поддерживают стремительно увядающую Battlefield Hardline и готовят следующее DLC для пары бедовак, которым не повезло купить премиум. Оно получило символичное название «Предательство». В него войдут 4 карты, алькатрас, кладбище, чайнотаун и тонкий лед, 7 пушек, 2 транспортных средства, оружейная мастерская для настройки экипировки и пара камуфляжей. Ждите предательства в марте! На этом я с вами прощаюсь и желаю удачной рабочей учебной недели. Почаще заглядывайте на stopgame.ru. Чао-какао! Субтитры подогнал «Симон»!